В Ереване приземляются самолеты из России, в которых прилетели мужчины, бегущие со своей родины. Откровение мужчин, которые пересекли границу, и приехали в Ереван. Уставшие и взволнованные, допрошенные на границе и пристально осмотренные. Вот что они рассказали. Задавали какие-нибудь? Да. Да, задавали. Что спрашивали? Получал ли я повестку в категории годности. Я просто, проходя, слышал, что какая-то женщина терзала парня. Почему он взял в этот день за такие деньги и так далее. Но это, я думаю, зависит от личного энтузиазма сотрудника. Есть прям знакомые, которые получили повестку. Я вот не знаю, только почему-то вот у очень, очень как-то у нас получается, что страх сказать что-то против очень пересиливает страх смерти. Я вот этого не понимаю. Вот, как бы, и все как-то таким небольшим стадом идут, и никто даже не возмущается. То есть у нас даже в Москве у них в основном базы какие-то документы бумажные. И насколько я знаю, вот, по крайней мере, последний раз, когда я в военкомате был, у них все на бумагах, на компьютерных... То есть если военкомат сгорит, то... Ну, грубо говоря, да. Когда вы обсуждаете между собой на кухне, когда каждый член твоей семьи пребывает в шоке. Да, конечно. Когда тот, кто рисовал себе Z на груди, понимает, что теперь его кинули. Ему обещали смотреть телевизор, ему не обещали идти в окопы. Ему обещали смотреть телевизор и радоваться победам через телевизор. Но не в окопе сидеть. Сидеть в окопе, это совершенно другое. И была бы причина сидеть в окопе. В 21 веке я не вижу таких причин абсолютно. И нет ни одной темы, по которой нельзя было бы не воевать. И можно было бы договориться. Как вы считаете, Родине что-то угрожает? Да. Угрожает. Больной империализм. Во всех его проявлениях. Его не должно быть вообще. Ну, в общем, ей угрожает Путин, естественно, со всеми своими соратниками. А так, извини, я думаю, нет.